Пока все хорошо. Ну это смесь различных жанров, наверное, от панк-рока до фольк-рока до какой-нибудь андеграуда и так далее. Я не знаю, никто не знает. Перед концертом в аукционе никогда не составляют списков песен и не делают программу вечера. Каждый раз все рождается прямо на сцене в атмосфере свободной импровизации. Мы когда выходим, мы никогда не составляем никаких бумажек, не пишем ничего. Выходим, а там уже как покатит. Концерты сегодня будут хорошие? Понятно, не имею. От чего зависит, хороший концерт, плохой концерт? Не знаю. Если бы я знал, только хорошие играли бы тогда. Но у вас не так много, по-моему, таких, которыми вы недовольны? Или вы недовольны с собой обычно? Ну, бывает, но недовольны, конечно. Нет, а в чем дело? Музыканты друг друга не поняли? Или у вас же сейчас такой давно-давний состав? Ну, музыка такая свободная достаточно, по-всякому слушать. Бывает, складывается. Нет, а плохой концерт для вас что? Что там, энергии не хватило? Чего, плохо кто-то... Ну, не знаю, просто нет чувства удовлетворения. Вот. Да, мое имя Вандино, да, Вандино, Вандино. Знай, да, Вандино, Вандино. Зовут меня. Где говоришь, меня ты видел? Звали, что сам меня победил. Зовут меня, но для тебя забудут слезы, я. Пойду с тобой, как позовешь меня. Ту-у-у, душ моя. Существует несколько вариантов дня рождения группы «Аукцион». Чаще отчет ведут от 14 мая 1983 года, когда группа вступила в ленинградский рок-клуб. За, там, сто лет, пока существует группа «Аукцион»... Су-25. ...и два месяца. Огромное количество музыкантов переиграло в ней, да? Люди менялись, очень много менялись. Ну, басисты менялись, там, гитаристы менялись. Вот такой, вот, здесь у нас уже, сейчас, как-то, мы играем уже, так, лет 20, вообще-то, не меняя. Вот это? Да. Что удерживает, вот, людей друг с другом? Ну, не знаю, это надо спрашивать всех, я не знаю. Но это же какого-то определенного качества люди, которые могут столько лет терпеть друг друга. Ну, это да, конечно, да. Нет, ну, мы не терпим, это, как-то, на самом деле, не... Если бы, как раз, если бы терпели, то так долго терпеть невозможно. Нет, ну, как-то, дружим вообще. Улетел и таял, не соберу, улетел и таял, больше не таять. Завтра я еще не умру, но кто его знает, завтра это... Анат, а что ты, никуда и никуда и никуда, никуда? ПЕСНЯ Давно ставший культовым коллектив никогда не занимался собственной раскруткой, и все равно их все знают. К примеру, аукцион никогда не выступает на стадионах, считая, что душа пропадает, а искусство заканчивается там, где появляется слишком много денег. А вообще вот аукцион во всех немногочисленных интервью, которые вы даете, вы заявляете, что аукцион – это такая антикоммерческая группа. Я никогда такого не говорил, я бы с удовольствием был коммерческим, но просто такая уж природа, видимо, наша. Не, ну, что значит не коммерческая группа? Мы же деньги получаем, нормально. Ну, я думаю, что бы вы собрали и более крупный зал. Зачем? Ну, как зачем? Больше народу, больше поклону? Не больше, а меньше народу. С юга в юга, в юга, в тонике много. Друг без друга, в светле дорога. Так думаешь, зима-осень, все снице летели. А вот она зима-осень, в глаза глядели, солнце сядет. Одна из ярчайших фигур в русской рок-музыке Леонид Федоров не любит вокруг себя ажиотажа. Ему неинтересно давать интервью, он делает это редко. Кроме работы в аукционе, Федоров записывает сольные альбомы и выпускает диски совместно с известным аванджазовым контрабасистом Владимиром Волковым. О, 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 о. Сейчас просто вы столько едете в Европе, и как-то мы такой европейский коллектив. Да нет, мы все живем, кроме меня на самом деле, все живут в Питере. Я просто живу пять лет последних, как я живу в Москве. От этого вы меньше питерским не стали? Ну а как, москвичем я тоже особо не стал. Но Питер он всегда считался такой меккой рок-н-ролл. Какая разница, в чем меккой там? Ну много было группы, сейчас наверное много. Я думаю, что в Москве их немало, но я просто не понимаю, какая разница. Я вообще не очень... По-моему, такой пережиток крепостного права, знаете, у нас. Паспортная система, там какая-то прописка такая. Бред какой-то. Когда спрашиваешь, кто-то из друзей уехал, где он живет? В Америке. То есть это же не важно, где-то он в Даллас или в Нью-Йорке, да? Ты в Америке живешь. В Америке. От Далласа до Нью-Йорка, по-моему, наверное, там что-то 10 лететь. Я думаю. То есть это как отсюда до Владивостока. А когда у нас так как-то важно, это Москва, это Питер, там... Да, у нас почему-то иерлоги есть, да? А мне, например, не важно. Мне всё равно какая разница. Есть хорошее что-то или плату. Холода, холода, от себя надо сделать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ждать себя веной, Звать себя не в силу. Хавара, хавара, Где ты был, был. Фирменный фёдоровский звук – это сбитый ритм, голос поперёк нот, чистые звуки в перемешку со свистом струн, страх, восторг, нежность, грусть, радость. Перебирая эмоции и ощущения, перекладывая содержание в разные формы, он превращает музыку в некое средство выворачивания души. Хавара, хавара, Ждать себя веной, Может быть и нет, Может нет, Может быть и нет, Веной, Звать себя, Ждать себя, Веная, А по России вы много ездите? Слава Богу, нет. Почему, слава Богу? Почему? Вы думаете, вас не хотели бы слышать где-то в русской клубинке провинции? Ну, нет, я не знаю. Вы, наверное, хотели. Я как-то не интересуюсь. Хотели бы меня слышать, если честно. Хотели. Просто ездить по нашей стране тяжело. Вообще ездить мне тяжело, а тем более по нашей стране, потому что она наименее всего приспособлена для того, чтобы по ней ездить или летать, ну, чего угодно. То есть передвигаться по ней вообще тяжело по этой стране. Потому что она не приспособлена для этого. Коммуникация. А вообще страна, которая отсутствует коммуникации вообще. То есть они как бы присутствуют на зачаточном уровне. Даже в Индии, в которой, наверное, страны там еще хуже, чем здесь. Но там, как бы, видимо, теплее, поэтому люди ходят пешком куда-то. То есть они двигаются. А у нас, мне кажется, двигаться лучше так где-нибудь сесть и сидеть. Ну, нет, нет, дается с трудом. Дело же не в дорогах, вы понимаете, а в том, что обидно за людей, которые... Ну, вот и людей, это не жалко. Они же хотели бы, наверное, послушать. Ну, понимаете, как бы, надо выбирать, жалеть всех людей, которых я не знаю, или жалеть себя, своих родных, которые там или там кого-то, не знаю, то есть своих друзей, да. То есть я же предпочитаю ближнего жалеть, чем дальнего. Мне жалко бы как-то каприори, то есть жалко. А этих самых детей сомалийских пиратов вам не жалко? Они там тоже бедные, а эти вот вынуждены, значит, грабить цивилизованные суда, чтобы прокормить своих деточек, понимаете. Ну, вот смешно, понимаете. Жалко, что вообще здесь люди живут. Я считаю, что здесь надо такой плацдарм сделать, чтобы здесь там что-нибудь там... Ну, какой-то такой плацдарм. Чтобы здесь людей отсюда куда-нибудь цвить в более приемлемые места, где можно жить. Мне, моя красавица, тапочки купила. Теплые, пушистые, как хвостники хотят. Котики смешные, как моя красавица. Как их не упрашивай, кушать не хотят. Где ты, моя солнышко, освещаешь городу? Там моя закрытая девушка грустит. И в горшачек маленький пассажир зернышко. И от мерзких мыслей. Пусть мне страшни, пусть я стану дамышком. Или, может, хвостиком, но уж вряд ли дождиком, или на луной. Я хочу быть досочкой. Или просто мостиком, чтобы ближе быть мне с тобой. Самый эпатажный человек в аукционе – поэт, артист, шоумен Олег Гаркуша. То, что одним из первых аукцион начал устраивать на сцене перформансы – его идея, которая родилась от желания ярко оформить каждую песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я шоуменю – это, наверное, то, что я в жизни, может быть, не могу так ярко показать. А вот на сцене я могу. И вот то, что я могу, я это и делаю. Я и показываю. Мне нравится, опять же. Очень скоро вы презентуете свой сольный альбом. Не, не сольный. Это с Волковым. С Волковым. А это грустный альбом? Для меня он не грустный. Не грустный? Для меня в целом не птицы был не грустный альбом. А вот мы как-то, когда только он вышел, и мы стояли как раз в стране, в которой очень тяжело ездить, стояли в очереди на таможне. И рядом с нами стояли баскетболисты, тоже с Питера. И они говорят, о, там музыканты, круто, там, из Питера. А у вас есть что-нибудь послушать? Сумим кассету «Птицы». Они буквально через пять минут принесли кассету, говорят, что-нибудь повеселее у вас нет. Так что, я так понял, что они всю нюхровые. По сравнению там с миллион-миллион алуха рос, наверное, это, действительно, очень грустная здесь песня. А по сравнению, знаю, с каким-то там… «Мама, я не могу больше пить», там, по-прежнему, там… Наверное, это очень веселая песня. А это правда, что «Птицы» – это тот альбом, который вы не очень любите? Ну, сейчас мне как-то все равно уже. Когда он вышел, да, он мне не нравился. А любимый чайник вина, который с хвостинка? Да нет, ну, сейчас уже все равно. Сейчас как-то все сравнялось, если честно. Мне как-то сейчас больше нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Хотя я думаю, что это, конечно, намного менее популярно. Подожди, вот то творчество, которое с Волком, да? Ну, вот, да, да, конечно. Ну, не только с Волком. Вообще, как-то, чем мне нравится творчество, которое занимается сейчас вообще, в данный момент времени. И оно мне как-то ближе и интереснее, и мне больше нравилось. ПЕСНЯ 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 А я сейчас ничего не слушаю, если я что-то слушаю, то это то, что я слушал в молодости, в 80-е годы, допустим. Это может быть и аквариум, или кино, или зоопарк, или советская эстрада 50-60-х годов. Вот сейчас я слушаю эстраду 20-30-х годов. Очень здорово. Ну, по настроению. У группы аукционов есть какие-то периоды? Вот там был очень яркий период динамичный, там много гастролей, много писалось, создавалось, потом было затишь. И вот такое что-то можно как-то в какую-то схему это все запихнуть? Я бы сказал так, у нас был период, когда мы очень много ездили. И в какой-то момент нам это очень нравилось, в какой-то момент мне это просто ужасно надоело. Сейчас мы стараемся держаться какой-то такой совсем середины, как-то стараться меньше ездить, но как-то там более было нормально, и сейчас нормально. Ну, то есть, поздругая жизнь была, и я не знаю, насколько там был поздругой период жизни, вот, никакой ностальгии у меня нет, ну, и никакой, собственно, сожалений тоже нет, собственно. То есть, в целом, был в гармонии, у вас все хорошо? Ну, я стараюсь, пока не верю. Ну, значит, точно, что оно есть, если оно есть или нет, бывает, нет, бывают, есть, как-то такие вещи. Я, собственно, не особо не фокусирую свое сознание на том, что если есть, есть, нет, нет. Просто жизнь, она была такая, сейчас другая, и я стараюсь как-то сжить ее, а не думать о том, что было вот когда-то хорошо, а когда-то плохо, а сейчас как-то плохо. ПЕСНЯ 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 Женщина Записывался с полковником там. Нância на месте, есть фонд, называется «Гаркундель», я там являюсь президентом, и да, я устроиваю иногда фестивали для молодых, помогаю советом там или куда-то на других фестивали их, прав, протаскиваюсь, так можно выразить, он существует, да. А вам удается что-то слушать вот извне, там какие-то молодые коллективы достигают ваше внимание, обращается на кого-то? не сказал что у меня удается слушать я собственно не стремлюсь особо и честное не бывает что-то слышу да иногда попадает что-то сам я не бегаю ну вот а который мне кал больше всего импонирует это ангел небес это тульская группа на не сейчас уже питер перебрались а потом вот один очень забавная группа интересная шива группа за хорошей теории намного достаточно красив но это именно такие которые вот я считаю что них может это получиться в дальнейшем рок-музыка мне принципе да скажем так мне сама рок-музыка уже так я не слышал ничего чтобы меня так интересная другая музыка которая не относится к руку какая расскажите ну какой я буду сейчас интересует какой-то авангард скажем к сожалению очень мало у нас не он че есть назовите хоть несколько имен что ну американский весь того когда начиная там зона там и все все это вот все ребят медицкий мартин гуд там все что делает либо мне очень нравится японцы сейчас замечательные всякие электронные шумасшедшие там потом и шахида меняется там не знаю ну вот мне нравится такая вот не стандартная какая-то вещь которая толкает музыку на рынке музыка собственно они а в рекламу кроме все как-то ну какие-то есть приятно послушать он не знает последний был минус не было приятно послушать но я бы не сказал что у меня так сижу теперь это мы фанатеря над этим то есть сами как бы инструментарии да то есть выразительные средства они собственно остались нетрон то есть никто не сделал ничего современного на по моему никто ничего больше не сделал но может быть не знаю кто-нибудь из не знаю может быть от нынешнего сна и да ну по моему никто других инструментариев больше не нашли то есть они все используются все те же и лучше хуже там как будто бы не интересно интересно уже мне интересны другие же выразительные средства не руку на роли на скале более музыкальные но они могут быть любые там нефоро не выразить ну да а вот так сам стать с китая там ну да я тоже был так не дрожит как раньше там 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 квинфи раз услышал пинфлот битлз мне кажется это уже какой-то статус гуру у кого у меня у меня у меня у меня не ну просто мы будем вкус меняются в свой вкус у меня стал меньше не ничем стал менее интересно это то что я уже понимаю как это делать то есть мне как-то стал нить это не становится неинтересно очень быстро то есть не винтизмешка куда я не понимаю да вот как у как вот это интересно как люди достигают ничего не нету не куда-то все эффект есть эмоции возникают на такие вещи интересные а таких не видно а а а а а а а а